конфликт до тема нашей сегодняшней беседы мы встречаемся обычно в студии а сейчас мы неформально немножко поговорим о конфликте я александр тыманюк и я пылев максим встретились здесь в такой атмосфере чтобы поговорить но такой достаточно наверно важный насущной теме это тема конфликтов да и кажется что вот тему вообще сложно погружаться да и люди в начале боятся даже туда смотреть но потоку только бы не было конфликта только не было когда ли чему нас учили и там вот помнишь как ну вот у меня точно так было что знаешь там пожилые люди вы главное не конфликтуете главное чтобы не было вот ну не ссорь да не ссорьтесь вот и не принято получается даже смотреть в эту сторону все-таки идет погружение в неприятную сторону жизни и получается так что человек в итоге после того как он туда погружался он счастлив и происходит в жизни достаточно хорошие изменения посвобождается место внутри место для других переживаний место для того чтобы встретить другого человека и мы хотим просто поговорить о том как это делается да как это происходит чтобы наверное чтобы упростить само понимание да там темы конфликта убрать некоторые страхи которые вокруг этого существуют и дать возможность понять что конфликт это все-таки хорошо на возможность до прикоснуться и вот ты сказал про это конфликт возникающий между там людьми как правило что проекции какого-то внутреннего конфликта которого с которым человек там не совсем может справиться и при взаимодействии с другим себе подобным человеком возникает ну какое-то напряжение и вот для меня как для человека работающего в сфере психологии и вот для саши то же самое вот конфликт это ну не про разрушение на самом деле а про созидание и про возможность продвижения вперед то есть про такой ну маленький кризис который кризис может и откатить назад но он также может и продвинуть вперед и вот конфликт является там неотъемлемой частью нашей жизни потому что но мы все там рождены со своими там потребностями желаниями чувствами наши чувства желания и потребности достаточно часто не совпадают до с потребностями других слава богу что не совпадает так мы были все одинаковые и умерли через две недели от тоски потому что ну не было бы разности да и в этом плане конечно но очень важно научиться встречаться в этой точке и когда возникает напряжение его то можно решить тоже по-разному можно ну там спрятаться за своими какими-то вот защитами привычными и остаться в какой-то в позиции такой ракушки закрытая можно все-таки ну постараться увидеть человека посмотреть что стоит за этим конфликтом какая потребность не удовлетворяется в данный момент потому что но очень чистый случай на тех же группах когда люди там злятся друг на друга конфликтуют а когда начинаешь это разворачивать а что вы хотите-то вообще хотят по другого хотят быть замеченными до теплоты хотят до любви и тогда вот ну суть конфликта она про то что можно получить ну то что требуется да можно и люди всегда получают и я думаю что сама сложность она в начале да то есть как подойти к этому конфликту таким образом чтобы случилось или примирение или достижение того чего я хочу от другого человека или чтобы я смог донести свою точку зрения да там как подойти к этому конфликту с чего начать и я думаю важно первое первое что важно знать это важно знать про себя и про свое состояние да что допустим сейчас я злой сейчас я вообще не хочу разговаривать или там сейчас ко мне не подходи или мне очень очень грустно да мне в этом состоянии тяжело говорить о себе и важно понять просто состояние для того чтобы можно было продолжать для того чтобы можно было или подождать да и решить для себя ну ладно сейчас я немножко там пар сойдет я уже тогда начну говорить или начать сразу но в любом случае важно начинать с того чтобы знать свое состояние если нет другого рядом да если нету психотерапевта рядом который поможет каким-то при помощи третьего незаинтересованного лица да там решить ситуацию конфликт ну если его рядом нет просто запомните один простой вопрос что я сейчас чувствую знание о том что я сейчас чувствую она уже облегчает ситуацию на процентов 20 потому что опираясь на него вот как на маячок можно уже принимать решение относительно того что делать так очень часто конфликтующие люди вот ну для меня похоже на таких двух иностранцев которые не знаю да которые не знают язык друг друга знаешь там француз и итальянец которые пытаются что-то донести друг друга но кроме как вот ну какой-то эмоции ну слова непонятны порой надо попытаться выучить язык другого человека попытаться ну как-то стать там на его сторону и понять про что он пытается донести потому что все вот эти вот срывы контакта конфликтные ситуации что такое там конфликт в нашем понимании это ну там много агрессии много злости какая-то там деструктивное да да и это не про конец от народа про конец отношений то есть точка разрыва здесь очень важно понимать что это . встречи . в 3 конфликт это . встреч . встречи и . продвижения вперед и это место для того чтобы услышать свою правду и донести ее до другого и возможно результат даже получится другой но ясность которая будет при том что я знаю о себе я заявил это другому она будет в любом случае и есть еще один момент да такой скользкий ведь когда решится конфликт тогда наступит неизвестный да возможно какие-то выгоды от затяжного конфликта тех отношений которые есть они пропадут но вопрос или жить в затяжном каком-то до скрытом конфликте или ком хроническом хроническом да или разрешать и просто двигаться вперед тут вот это уже вопрос выбора конфликтовать или нет и я думаю хорошо когда людям доступны их эмоции то есть когда не могут держать в того напора который есть внутри их просто начинает переть они хотя бы начинают говорить потому что если вот про пользу конфликта ведь ведь мы же ходим и предъявляемся миру во многом такой розовой приглаженной частью да там здрасте все пытаемся как-то решить мирным путем а те чувства важные дата нам как злость раздражение те которые считаются негативными и порицаемыми они где-то вот сзади но и вот даже если говорить про пары да там про дружбу про любовь все-таки чтобы сказать другому о своей злости услышать свою сторону текст не совсем приятный должно быть доверие и в этом смысле конфликт это одна из высочайших точек доверия другому когда я могу сказать о своей злости и моя злость будет услышана и может быть мы разойдемся на какое-то время но дай бог что хватило силы опять соприкоснуться да и опять вот в этих неприятных моментах и на самом то деле ведь люди когда проговаривают злость друг другу да когда они там плачут вот навстречу им легчает потом просто даже от того что они это сказали без какого-то результат это точка разрядки очень хорошая когда вот вот это есть там хроническое затяжное какое-то вот неудовлетворение хроническое затяжное какое-то не неспокойствие такие но эмоции которые не имеют выхода и в этом случае там там конфликт или какая-то такая ну стычка или разрядка она может быть ну про облегчение каких-то вещей и там как даже в терапии там часто там я рекомендую ну там парам говорю придите домой возьмите подушки и просто полупасть и друг друга там со злостью там покричите друг на друга самое удивительное что потом когда эти пары там приходят там сразу как-то там и секс появляется очень хороший после этого классный и как-то и слышать друг друга начинают какая-то разрядка поэтому так такое место она очень ресурсная то есть другое дело что там вкладывается обществом вот трактуется вот этот вот смысл там конфликтная ситуация там возник конфликт и это про вот ну мы говорили про это про что-то нерешаемое до конфликт проблема на самом деле это место для встречи а сейчас мы увидим друг друга такими какие мы есть на самом деле вот это про правду конфликт неизбежен всегда и чем больше я буду накапливать каких-то эмоций которым должен быть выхода там прямо сейчас ай ладно не скажу ай ладно пожалею ай ладно ну как-то я может быть сделаю неудобно и чем больше я подавляю свои эмоции тем больше они у меня в резервуаре накапливаться это никуда не уходит у агрессии два способа обращения да то есть или наружу объект вперед до или в себя все поэтому никуда не не удастся убежать этому себя от своих чувств можно с этим уйти в могилу но жизнь с таким вот накопленным резервуаром полным не самых приятных вещей я думаю что она совсем не в радость тогда вот эта краска вку жизни он теряется потому что очень много энергии уходит как раз таки на подавление вот этих вот эмоции вот этой вот энергии и там опять же если переходить там к внутренней какой-то феноменологии вот этого конфликта конфликта ну там для меня это точно про несоответствие каких-то своих желаний своего хочу и каких-то там необходимых посланий вещей которые надо делать когда внутри нету вот этого вот согласия между тем что я хочу делать и что мне приходится делать вот это напряжение внутренние ну для меня это намного страшнее вот этот вот внутренний конфликт он как раз таки и несет вот вот этот какой-то ужас весь вот такая штука получается крестик крестик да ёжик такой еще если конфликт возникает в каких-то таких контекстах работы например либо там деловых взаимоотношениях ну здесь понятно что порой вот возможность проявления эмоций каких-то там прямого высказывания там о своей агрессии она как бы смысла не имеет потому что это может точно там усугубить и все это еще больше поднять град ну в данной ситуации ну там как я вижу очень важно брать вот эту вот паузу для того чтобы как вот говорится выдохнуть то есть есть какие-то такие штуки вот я думаю многие знают там посчитать до десяти там отвлечься там пойти выпить стакан воды то есть это ну такой момент когда эмоция очень сильно возможности и выразить на данный момент нету но вот это вот какая-то ну потребность она все равно остается очень важно понимать что не выраженная эмоция она все равно потом о себе да знать почему ну там очень часто там люди ну и ходят там на ту же психологию там либо занимаются спортом вот ну про выражение этих вещей но в момент самой конфликтной ситуации ну тут очень тяжело конечно когда ты лицо заинтересованное в чем-то и твои какие-то интересы там ну игнорируются либо не замечаются там оставаться там спокойным холодным и никак не реагировать но возможности отреагировать тоже нет поэтому ну здесь такой сложный момент спустить пар спустить пар если на кону стоят деньги если на кону стоит бизнес если на кону стоит рабочее положение до до кону стоят деньги то есть и к тому что начальник просто придурок на вас нарала и это может быть не заслуженно на то во многом это бывает не заслуженно первое что желательно сделать это осознать что я чувствую да или это или злость или обида или глубокая обида и попробовать спустить этот пар но сначала вот важно знать какой он консистенции, состояния и количества, да, там, это может быть и тренировка, там, простые физические упражнения, кофе-чай, разговоры с друзьями очень хорошо помогают, да, если нет, вот, психотерапевта, нет возможности обратиться, разговоры с друзьями, поговорили, поговорили, то есть, в любом случае, важно открыть свое состояние, да, отреагировать на это, отреагировать, снизить градус, потом, если уже какая-то выгода, да, там, стоит на кону, все-таки желательно произвести диалог, поговорить с тем, кто в вашу сторону что-то имел, и можно даже, я не думаю, там, обязательно говорить об обиде и о злости многие оппоненты, но особенно, когда это касается деловых отношений, там, вообще немножко тот контекст, но пар спустить для того, чтобы принимать трезвые решения, то есть, взад, вперед, ближе, дальше и так далее, относительно того человека или относительно деловой ситуации, вот, все равно придется решение принимать и выстраивать свою позицию таким образом, чтобы вам это было удобно, вот, это когда нет возможности, вот, в диалоге, если есть возможность поговорить с обидчиком, да, или с человеком, с которым что-то назрело, говорить, если есть возможность поорать, ну, считайте, что вы счастливы, когда есть возможность орать друг на друга, да, там, бить подушками или не причиняя увечий, ну, как-то там схватить и доказать свою острую точку зрения и в ответ получить то же самое. Это прекрасно, это можно, один из аспектов счастья. Я думаю, что вот такие отношения на самом деле очень крепки. Есть очень такая хорошая штука, вот, я-послание. Очень важно в конфликте стараться не допускать взаимных оскорблений, обвинений, оценок и осуждений. Как там, текст, там, ты, там, поступил как дурак, или, там, ты вообще, там, какой-то, там, не знаю, там, нехороший человек, он будет, ты нормальный, это, да, это будет, это будет восприниматься, ну, очень агрессивно. Когда я говорю про себя, про свои чувства, и когда я говорю, слушай, ну, когда ты вот так поступаешь, ну, мне на самом деле становится очень, там, плохо, там, больно, злостно, я, там, ну, как-то чувствую себя неловко, или, там, я чувствую себя стыдно, то тогда оппонентам это не воспринимается как наезд, а это воспринимается как, ну, констатация своего состояния эмоционального. И здесь тогда есть возможность, ну, тогда услышать другого человека. Ну, люди так устроены, что очень часто вот это вот, на агрессию мы отвечаем агрессией. На агрессию, агрессия, да. Ну, и когда начинается вот я тебе, ты мне, ну, я думаю, надо сразу прекращать. Да. Если, конечно же, нет у вас желания подавить, и вы чувствуете себя сильнее, и ждете вот только там, скажи мне еще раз, и сейчас тебе будет хана. Вот поэтому ты дурак, я дурак, ну, вот, я думаю, стоит сразу прекращать для того, чтобы просто немножко там... Вот это аты, 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 вот это классика жанра, да. Аты, аты, это вообще может длиться бесконечно. Месяцами, месяцами. Тема тоже вот интересная, что тоже там специфика женского, мужского, как женщины и мужчины идут в конфликте, вот ты там начал про это говорить. Я тоже так думаю, что здесь тоже есть, ну, там, свой почерк, да, свои особенности. Там наш-то канал про что, то, о чем говорят мужчины, и все-таки, ну, как-то у мужиков конфликт более по-прямому решается. То есть есть какое-то более-менее прямое предъявление, то есть, ну, как... Даже вспомни, там, в школе поконфликтовал, пошел, морду набил друг другу, после этого лучшие друзья, то есть конфликт решен. Ну, у женщин ситуация по-другому разворачивается, и у них вот этот вот конфликт, он как раз-таки может быть длинным, велотекущим через всю жизнь, и при этом они могут быть лучшими подружками, там, отравляя друг другу жизнь, по большому счету. И здесь, конечно, есть специфика женского, мужского восприятия, когда там женщина конфликтует с мужчиной, это у нее про один посыл, у мужчины это про другой посыл. И часто там женщины обижаются, что там, чего ты кричишь, почему ты такой грубый, ну, а мужик-то он решает так, ну, как достать топор, там, помахать топором, и, ну, это его способ такое решение конфликта. Просто и ясно. Единственное, грустно, что в нашей культуре так-то не совсем приветствуется, да, агрессия. Я думаю, с этим связана ранняя смертность. Вот, потому что чем больше молчим, чем больше копим в себе, тем больше потом приходится пить пиво, тем больше потом приходится пить водки, скрываться в гаражах. Ну, в общем-то, так вот, агрессию, та, которая направлена на созидание и разрешение каких-то проблем, она просто остается в человеке и разрушает его изнутри. Особенно, я думаю, меньше всего везет людям, которых называют добрыми. Вот, они как-то больше всего страдают, потому что все равно реакции на раздражители есть. Вот, как человек с ними обходится, это уже другое дело. Ну, обычно, особенно белорусы, да, мы считаемся такими пассивно-агрессивными гражданами. Какой терпеливой нацией. Да, терпеливой нацией. Но это терпение говорит о том, что, ну, вот о саморазрушении. Терпеть можно много, но это же все в себя. Спасибо. 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 Спасибо.